Смотрите, я сегодня хотел продолжить обсуждение всяких штук, связанных с хаотической динамикой и со странными аттракторами. И сегодня хотел поговорить про аттрактор Лоренца немножко и немножко попробовать понять, не то чтобы как он устроен, но по крайней мере построить систему дифференциальных уравнений, которая ведется похожим образом. Вот, и давайте я начну, ну, собственно говоря, давайте я скажу два слова о том, откуда аттрактор Лоренца появился. Так, сейчас, секунду, мне нужен планшет. Вот. Собственно говоря, Лоренц не был, как так сказать, профессиональным математиком, хотя написал одну из самых известных математических статей. Был он метеорологом, и его интересовал вопрос о том, а как теоретически можно было бы замоделировать погоду. И, ну, будучи метеорологом, он знал про погоду, что она обладает такими свойствами. Во-первых, она никогда не повторяется, то есть это не какой-то периодический процесс. А во-вторых, ну, значит, мы все знаем, что погода там не уходит на бесконечность, по крайней мере, за обозримое время. И дальше его идея была в том, чтобы замоделировать как-то погоду с помощью дифференциальных уравнений. Ну, он был не первым, кто строил какие-то модели, связанные с климатом, с погодой, с помощью дифференциальных уравнений. Это вполне естественный подход. Вот. Но он попытался прицельно построить такую модель, в которой вот это свойство, значит, собственно говоря, давайте я эти свойства перечислю, значит, не является периодической, то есть не повторяет сама себя в точности. Не является постоянным решением, не является положением равновесия. И не уходит на бесконечность, не взрывается. Все показатели находятся, ну, в рамках какого-то диапазона, который там позволяет человечеству жить, например. Вот. И, соответственно, Лоренс пытался придумать систему дифференциальных уравнений, которая бы, с одной стороны, была бы понятна, какое она отношение имеет к вот этим историям, связанным с погодой, а с другой стороны, чтобы эти дифференциальные уравнения демонстрировали вот такое вот поведение. Ну, надо сказать, что все это было на заре использования компьютеров в таком моделировании. То есть, ну, как, люди изучали дифференциальные уравнения давно, но при этом в основном они изучали такие дифференциальные уравнения, которые можно изучить с помощью ручки и бумажки. И, ну, как бы, это более-менее то, что мы сейчас обсуждали. Да, это такие уравнения, которые допускают точные решения, это линейные уравнения, это какие-то другие уравнения, типа уравнения математического маятника, которые тоже допускают достаточно явные решения, пока не менее, явные уравнения фазовых кривых. Вот. И те явления, которые в тот момент люди, в принципе, наблюдали в дифференциальных уравнениях, это были явления, которые мы видели до сих пор, а именно положение равновесия и предельные циклы. Но здесь по самой постановке задачи хотелось придумать какое-то такое дифференциальное уравнение, которое бы имело бы предельную динамику, которая не является ни предельным циклом, ни положением равновесия. И дальше Лоренс просто вот честно пытался эти уравнения придумать, использовал какой-то, кажется, это был калькулятор, скорее программированный калькулятор, чем компьютер в современном смысле этого слова. И использовал такую несложную вычислительную технику для того, чтобы экспериментировать с этими уравнениями. И в какой-то момент он нашел систему, которая этим свойствием обладала. Сначала это была система из 12 уравнений, по-моему, а потом он сократил ее до системы из 3 уравнений. Саму по себе систему-то я сейчас напишу, но давайте я сейчас попробую схематически описать тот физический процесс, который аттрактор Лоренца, который система Лоренца моделирует. Поскольку речь идет про погоду, то система, которая моделируется, это штука, в которой есть какой-то газ или жидкость, и эта жидкость нагревается снизу. Картинка какая-то такая. Не спрашивайте меня, почему она нагревается именно так. А нет, в принципе, это понятно. Допустим, она может нагреваться от Земли. Земля разогревается под действием Солнца и нагревает снизу, нагревает атмосферу. И происходит примерно следующее. Представьте себе, что вот у вас есть что-то вроде чайника, и вы здесь снизу начинаете его подогревать. Здесь у нас будет подогрев. Что происходит дальше? Вот здесь вот у меня какой-то огонь горит. Значит, дальше, понятно, под действием этого подогрева, вот эти слои вашей жидкости, давайте считать, что вот у меня здесь где-то эта жидкость заканчивается, значит, вот эти вот слои, они начинают нагреваться, и, как мы знаем, из физики то, что нагревается, оно становится легче, и оно начинает двигаться вверх. Значит, вот здесь вот нагреты. Значит, ну, вот так вот как-то оно движется вверх. И дальше, по мере того, как оно продвигается все выше и выше, здесь нагрев происходит все меньше и меньше, а наоборот, вот сюда вот куда-то тепло уходит. Здесь происходит рассеивание. Поэтому, если мы нагреваем не слишком сильно, то, значит, горячая, нагретая жидкость поднимается вот сюда, здесь она рассеивается тепло, охлаждается, и потом, будучи охлажденной, ей нужно как-то назад спуститься вниз. Ну, тут вот она спуститься не может, потому что с этой стороны есть поток, который идет вверх. Поэтому она спускается где-то рядом со стенкой. Получается какая-то вот такая вот штука. Значит, здесь вот тут вот была нагретая жидкость, а здесь уже остывшая жидкость. И, похоже, урода штука возникает здесь. Возникают такие два, это называется, конвекционные валы. Значит, я рисую картинку двумерную, но если представить себе этот сосуд, как он есть на самом деле, он все-таки трехмерный, но здесь возникает такой как бы вал. С другой стороны другой вал. Вот. И до тех пор, пока этот нагрев не слишком сильный, динамик устроен вот так. Просто происходит такое вращение этого вала. Здесь нагревается, поднимается, остывает, опускается. Но проблема в том, что когда нагрев становится достаточно сильным, может произойти такое явление, что у вас теплая жидкость не успевает остыть за то время, пока она проходит вот эту часть. То есть у вас скорость вращения этого вала, он на самом деле определяется степенью этого подогрева камеры, скорость, с которой у вас здесь жидкость поднимается. Вот. И может так получиться, что вот эта вот теплая жидкость, она окажется где-то вот здесь, просто под действием как бы вращения этого вала. Но если она оказывается вот здесь, и при этом она теплая, а вал крутится вот так вот, как я нарисовал, то, будучи вот тут, она начинает его наоборот тормозить. Вот здесь вот нагретая жидкость его разгоняет, а тут она его наоборот тормозит, потому что, будучи нагретой, она хочет подняться вверх. И в результате может так оказаться, что если вы постепенно начинаете увеличивать силу нагрева, вал сначала разгоняется, а потом, в принципе, он может наоборот затормозить. И более того, может так даже оказаться, что у вас вот здесь вот скопится настолько много теплой жидкости, что наоборот он начнет крутиться в обратную сторону. И в результате у вас возникают вот эти два эффекта, связанные с тем, что у вас с одной стороны все это подогревается, с другой стороны рассеивается, и с третьей все еще как-то крутится, и дальше динамика может стать довольно причудливой. Собственно говоря, есть другой пример похожей системы, похожей по своей динамике, которая, по крайней мере, в каком-то приближении моделируется такого же типа уравнениями, как в системе Лоренца. Давайте я покажу видюшку на эту тему. Значит, вот это такое колесо, и вот в каждой плошечке здесь внизу есть небольшая дырка, через которую вода может выливаться, а сверху через этот кран вода в эту плошку будет, наоборот, наливаться. И дальше можно посмотреть, что происходит. Включается наполнение водой. Наполнение водой имеет ту же функцию, что и нагрев в системе Лоренца. И вот видно, что происходит, с одной стороны, ускорение за счет того, что у вас с одной стороны есть вода, а с другой стороны ее нет. Но поскольку вода не успевает вытекать полностью, к тому моменту, как плошки окажутся здесь внизу, мы видим, что эта штука может начать вдруг крутиться в обратную сторону или снова крутиться в прямую сторону. И, в общем, динамика такая довольно-таки труднопредсказуемая. Немножко напоминает динамику двойного маятника, которую я показывал на позапрошлом занятии. Собственно говоря, вот такая система. И давайте посмотрим, как она описывается, какими уравнениями она описывается. Собственно говоря, я недолго думаю. Недолго думаю, пойду в Википедию и спешу оттуда уравнение. Лоренц систем. Вот оно, это уравнение. Я, честно говоря, надо сказать, что я как-то стал чуть-чуть лучше понимать что-то про уравнение Лоренца совсем недавно. До этого я следовал заветам моего научного руководителя, который говорил, что не нужно ничего объяснять с помощью системы Лоренца, потому что она слишком сложная. И это, с одной стороны, правда, она слишком сложная. С другой стороны, все является сложным, пока вы не поняли, как она работает. И, в общем, давайте посмотрим. Не могу сказать, чтобы я полностью понимал бы сейчас, откуда эти уравнения берутся, но для нас это сейчас не очень и важно. Так, значит, давайте я их перепишу. Перепишу. Вот она, эта система. Значит, здесь сигма, ро и бета – это какие-то параметры, которые нужно будет правильным образом подобрать. А x, y, z – это наше фазовое уравнение, фазовые координаты. Ну и давайте мы попробуем сейчас эту штуку быстренько запрограммировать. Что мне нужно? Matplotlib. Давайте. NumPy. Sipy integrate. wade int. Ну и хватит, наверное. Значит, у нас есть параметры сигма, ро и бета. И нужно просто реализовать эту систему. Сигма умножить на y – x. x умножить на ро – z – y. x на y – бета – z. Ну и давайте попробуем найти траекторию. Значит, что мы здесь хотим передать? Систему Лоренса. Давайте возьмем какую-нибудь более-менее обыкопую точку. Давайте возьмем какой-нибудь промежуток времени, скажем, от нуля до десяти. Возьмем тысячу точек. Значит, дальше мне нужно обязательно передать аргументы. Значит, этот параметр args позволяет передать вот в эту функцию вот эти аргументы. Их нужно просто перечислить в виде кортежа. Ну, можно было бы, конечно, просто здесь завести лямбду. Но раз уж у нас есть возможность воспользоваться таким интерфейсом, давайте это сделаем. Значит, я воспользуюсь теми же самыми параметрами, которые были в статье у Лоренса. Ро-28, Сигма-10, Бета-8 третьих. Значит, у нас сначала идет Сигма. Значит, 10, 28, 8 третьих. Давайте посмотрим на картинку. Значит, мне, по идее, нужно было бы нарисовать трехмерную картинку. Но давайте я пока нарисую двумерную, просто чтобы понять, что все работает. Просто спроектирую трехмерную картинку на двумерную плоскость. Ну, да, это похоже на правду. Давайте сделаю побольше времени. Вот. Хорошо, это, наверное, слишком много. 30. Значит, вот эта вот картинка довольно известная. Но сейчас мы ее будем в разных вариациях рисовать. И наверняка вы где-нибудь что-нибудь подобное видели. Потому что в какой-то момент вся эта история, связанная с хаотической динамикой, стала довольно популярной не только в научных кругах, но и в таких научно-популярных. Давайте я попробую нарисовать эту картинку в трехмерном. В пространстве я буду использовать Plotly. В пространстве я буду использовать эту картинку. Продолжение следует... 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 Вот. Ну, смотрите, вот здесь вот видно в какой-то мере, что мы запустили две траектории, которые были изначально очень близки друг к другу. Вот здесь вот, когда они только начались, давайте я чуть-чуть подвину. Вот здесь вот у нас эти две траектории практически совпадали. И дальше можно попробовать проследить, как они двигаются. Ну, вот видно, что они практически совпадают, совпадают. Но если посмотреть, например, куда-нибудь вот сюда, то тут уже видно, что синие и красные траектории идут явно никак друг с другом не связанным образом. Они явно далеко друг от друга. И если мы хотим понять, как это устроено, давайте попробуем проследить за тем, как эта траектория строится. Значит, мне сейчас понадобится некоторая домашняя заготовка, потому что я не могу быстро написать анимацию, которая мне нужна. Найти бы ее еще только, эту домашнюю заготовку. Да, вот она. Что-то не то. Значит, я могу на самом деле сейчас отправить. Весь этот код, чтобы он у вас тоже был. Давайте я просто IPNB-шку сейчас в чат скину. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Тут используется какая-то магия для того, чтобы заставить ее рисовать анимацию. И я это, честно, скопипастил из документации. Давайте посмотрим, как это все заработает, если заработает. Что-то нарисовалось. Вот, собственно говоря, здесь можно проследить за тем, как эта траектория строится. И вот видно, что она делает какие-то обороты вокруг одной штуки. Потом вдруг ни с того ни с сего переключается на другую штуку. Потом снова делает какие-то обороты вокруг первой. И так далее. Давайте сейчас с другой стороны на это посмотрим. Скажем, вот так. Вот видно, много оборотов здесь. Но потом вдруг, если она просто раскручивалась-раскручивалась, это более-менее понятно. Это как здесь отталкивающий фокус на самом деле. Но потом вдруг она переключается на другую штуку. Тут тоже крутится, тоже отталкивается. Ну и вот так вот она движется. Ну а что удивительно, это то, что если бы я взял бы... Здесь я взял изначально две очень близкие точки. И они, с одной стороны, они сдвигались сначала близко, приблизились к вот этой вот всей картинке. А потом начали друг от друга отдаляться. И если бы я взял бы наоборот две недалекие точки, давайте попробуем. Я возьму здесь не 1, 2, 3, а там, я не знаю, 10, 2, 3. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Вот видно, что у нас две точки стартуют совсем разных точек. Но, тем не менее, то множество, к которому эти траектории в конечном итоге притянулись, это одно и то же множество. Но при этом на этом множестве траектории разбегаются. То есть тут такая немножко парадоксальная ситуация, что, с одной стороны, вот это множество, оно является аттрактором, к нему все приближается, а с другой стороны, на нем траектории, наоборот, друг от друга убегают. И, конечно, когда люди это впервые смогли пронаблюдать, это было некоторым шоком. Да, надо еще сказать, что аттрактор Лоренца, ну, собственно говоря, как, в общем-то, и любая система, которую мы можем вот так вот спокойно с помощью компьютера пронаблюдать, это система структурно устойчивая. То есть если я немножко пошевелю параметры, здесь параметры 8 третьих, например, я возьму и сделаю, скажем, не 8, а 8,1. Качественно ничего не поменяется. Видно, что качественная динамика такая же, как была. То есть, с одной стороны, мы имеем что-то структурно устойчивое, с другой стороны, эта структурная устойчивость внутри себя содержит какую-то неустойчивость на уровне траектории. То есть, если думать, ну, то есть, как про это можно думать, что вот нас интересует, насколько хорошо мы можем предсказывать, что будет дальше. У нас есть начальные условия? Можем ли мы предсказывать поведение нашей системы с течением времени? И вот здесь одновременно ответа да и нет. С одной стороны, если мы думаем про, ну, вот как бы про вот эту вот картинку, про то, близко к какому множеству мы дальше будем жить, то мы знаем близко к какому. То есть, вот эта вот предсказуемая штука, она слабо зависит от начального условия. Разные начальные условия приводят к одной и той же картинке. И более того, разные параметры системы тоже приводят более-менее к одной и той же картинке. Понятно, что она будет как-то искажаться, но не сильно. Но если мы спрашиваем на уровне конкретной траектории, что с ней будет происходить в течение времени, если мы подождем достаточно долго, то если мы знаем стартовое условие, начальное условие только с какой-то точностью, то спустя непредложительное время мы перестаем иметь возможность предсказывать что бы то ни было. Мы перестаем иметь возможность даже отвечать на такой качественный вопрос, как вокруг какой из точек она будет крутиться, вокруг вот этой точки или вокруг вот этой точки. И сколько оборотов она сделает. Даже такие, в общем-то, не слишком тонкие вопросы, мы не сможем на них ответить. И эта система, наряду с другими системами, в общем, сделала некоторую революцию в теории дифференциальных уравнений, потому что до тех пор в дифференциальных уравнениях ничего такого не наблюдалось. Вот такая история про аттрактор Лорнса. Самое интересное, на самом деле, здесь происходит вот где-то вот тут. Видите, здесь вот эти две поверхности, они друг от друга отделяются. И какие-то траектории двигаются дальше, а близкие к ним траектории уходят на другую поверхность. Как вот это устроено, как устроена здесь динамика, это интересный вопрос. Окончательный, аккуратный ответ на него был получен в 2002 году. Он был получен с помощью компьютерных экспериментов, но при этом он является аккуратным с математической точки зрения. То есть вообще есть разные задачи. у вас, может быть, задача просто с практической точки зрения посчитать, вот у вас данное дифференциальное уравнение, вам сказали, посчитайте его решение с таким начальным условием. Вы как-то считаете приближенным и говорите, вот решение на компьютере посчитанное получилось таким. Но если вы хотите, чтобы это был математический результат, вам хорошо бы доказать, что решение действительно будет таким. И долгое время это, конкретно в случае с Аттрактом Иландсом, долгое время это не удавалось сделать, потому что реальность системы непростая, и вот такому анализу с ручкой бумажки не поддается. И в 2002 году Warwick Tucker написал программу, которая позволяет не просто решать уравнение численно, а решать уравнение численно и одновременно на математическом уровне строгости оценивать погрешность. То есть точно говорить, оно не просто численно решает и дает вам приближение, а оно говорит, в каком интервале находится решение, и как бы автоматически предоставляет доказательство того, что решение действительно находится в этом интервале. И после этого можно было с помощью этой программы полностью доказать, как именно устроена динамика. Построить некоторую модель. Мы сейчас сделаем что-то похожее, не для системы Лоренца, а для другой системы, которую мы построим ручками. Но, в общем, можно построить модель. Надо сказать, что я так и не прочитал эту статью Warwick Tucker. Но, в общем, если кто-нибудь, например, захочет полностью разобраться в системе Лоренца, то это будет очень неплохой проект. Надо сказать, что несколько лет назад я читал дифференциальное уравнение на PMI для всего потока. И у меня было такое дополнительное домашнее задание, типа напишите научно-мопулярную статью про какое-нибудь дифференциальное уравнение. И одна из этих статей была как раз про аттрактор Лоренца. И ее потом опубликовали в NPLUS1. Но там она такая, прям вот научно-мопулярная, научно-мопулярная. То есть там нет никаких... Там есть вот такого же типа интерактивные демонстрации. Но ничего такого воскануточного там нет. Интересно было бы разобраться, как именно все это работает и сделать такой explainer. В общем, это такая неплохая работа, если кто-нибудь за это возьмется, будет любопытно. Но давайте мы теперь перейдем к построению системы с помощью ручки и бумажки. Нужно вернуться на планшет. Построение системы дифференциальных уравнений с хаотическим поведением. Но, собственно говоря, это не первая система дифференциальных уравнений хаотической, которую мы видим. Я перед этим показывал двойной маятник. Но проблема с двойным маятником в том, что у него две степени свободы. Это означает, что у него размерность фазового пространства 4. И это приводит к тому, что никаких нормальных картинок не нарисуешь. Система Лоренца имеет размерность фазового пространства 3. И поэтому ее как раз можно визуализировать и построить похожие системы уже более явно. Надо сказать, что мы сейчас не напишем прямо совсем какие-то простые уравнения, которые бы нам давали такую систему, но зато поймем, как работает та штука, которую мы построили. Мы ее будем строить так, кусочно. Значит, я предлагаю в какой-то мере поверить в следующее утверждение, что, в принципе, дифференциальные уравнения можно задавать кусочным образом и можно достаточно свободно рисовать фазовые портреты из таких кусочков. Вот, например, я хочу нарисовать такой фазовый портрет на плоскости. Скажем, вот я хочу, чтобы у меня было бы седло, у него были бы какие-нибудь сепаратрисы. Значит, я напомню, что седло это вот такая вот какая-то система. Вот это я нарисовал что-то похожее на линейное седло, но дальше можно его сделать нелинейным, и можно, например, сказать, что я хочу, чтобы вот эта вот сепаратриса куда-нибудь вот так вот загнулась бы. А вот здесь, например, я хочу посадить особую точку. Я хочу, например, чтобы это был бы притягивающий фокус. Вот это вот сепаратриса, допустим, она как-нибудь бы, предположим, что она как-нибудь вот так уходила бы. Такая вот была бы сепаратриса. А здесь, например, я хочу, чтобы тоже, допустим, вот эта вот сепаратриса уходила бы как-нибудь тоже вот так вот. Какой-нибудь такую систему хочу сейчас такой кстати мы возможно сделать или нельзя ну в принципе почему бы и нет да ничего в общем-то вроде бы не мешает а мог бы например захотеть чтобы вот это вот сепаратриса ушла бы ушла бы не вот сюда а ушла бы куда-нибудь она могла по-другому себя вести сюда вот допустим уйти тоже в принципе возможно но может быть нужно было добавить еще особых точек каких-нибудь в общем и когда мы рисуем фазовый портрет то мы это можем делать достаточно большой степени свободы не с абсолютных но с какой-то степени свободы можем это делать и обязательно найдется какое-то дифференциальное уравнение которое даст систему вот таким вот фазовым портретом реально можно это делать по кусочкам можно задать эту систему вот здесь можно задать эту систему вот здесь вот здесь а потом объяснить как как допустим вот здесь вот вот в этой области сказать что вот система задается там какими-то более-менее и явно написанными кривыми это делается ты свечи которую я вам я вам в которой вам предлагаю поверить это в то что можно нарисовать что-нибудь типа седла а дальше как угодно загнуть сепараты из этого седла то есть мы рисуем вначале седло потом к нему начинаем применять какие-то преобразования координат не как обычно линейные матрицы матрицы преобразования более хитрые ну что-то в этом роде да но я бы сказал так что я бы сказал так что мы задаем ну вот представьте себе что ну вот как можно задавать функцию кусочную да я могу сделать функцию которая будет ведет себя допустим как парабола да а потом она будет вести себя как-нибудь по-другому скажем если она ведется как-нибудь вот так вот да я могу такую функцию задавать кусочную и там я могу потребовать чтобы эта функция была достаточно гладкая в 10 . склейки и с дифференциальным уравнением то же самое можно задавать дифференциальное уравнение кусочную и можно сделать так чтобы получавшиеся в результате склейки дифференциальное уравнение было бы тоже гладким и при этом ее динамика динамика этого уравнения была бы вот такая какой мы хотим то есть например я могу сказать следующее могу сказать что вот вот допустим вот здесь вот у меня пусть система задается линейной линейной штукой а например вот тут вот вот в этой области она задается тоже линейной штукой но только но только допустим вот здесь вот у меня будет седло система задается уравнением седла линейного а вот здесь вот допустим пусть она задается уравнением фокуса и можно склеить то есть можно сделать вот тут вот вот на этом стыке можно сделать гладкую переклейку которая ничего нам не испортит ну в принципе здесь у траектории они могут как-то чуть-чуть отклониться но для наших целей это будет совершенно неважно вот можно склеить склеивать например из линейных кусков из кусков которые задаются линейным линейными системами можно склеивать какую-то глобальную уже не линейную систему ну вот примерно так как нейросети спал из из функции рилу склеивают вам любую любую функцию от любого количества переменных вот какая такая штука соответственно давайте мы будем строить сейчас систему в трехмерном пространстве и она будет выглядеть так главный ингредиент это седло такое трехмерное седло я буду считать что она просто честно линейная и выглядит она будет она будет задаваться каким-то таким уравнением значит мне нужно давайте сначала нарисую картиночку пусть вот это x это y это z и пусть у меня динамика будет такая x точка равняется минус икс y с точкой равняется 2 y z точка равняется минус z значит я не уверен что я сейчас все числа написал правильно но допустим давайте пока поверим в это дальше меня будет интересовать но вообще в целом и идея такая что я хочу научиться строить систему у которой отображение отображение план каре должна быть систему у которой я могу выбрать какую-то двумерную поверхность и и я хочу чтобы отображение план кареса из двумерной поверхности на себя было бы похоже на отображение подковы которые мы проходили в прошлый раз а именно чтобы она оба давайте напоминание что-то у нас было отображение подковы и она выглядела как-то так что вот у меня были какие-то вертикальные прямоугольники и каждый этих вертикальных прямоугольников сплющивался давайте покажу что сначала вот так вот сплющивался потом вот так вот растягивался и потом накладывался вот это вот сюда значит вот одно одно отображение это одно и то же отображение но вот она задана на одной полоске она задана другой полоске и сейчас я хочу сделать что-то очень похоже то есть я хочу сделать дифференциальное уравнение но сама дифференциальное уравнение не такое а это отображение панкая для это действительно уровне но поскольку вот эта картинка нарисована двумерном пространстве чтобы построить соответствующие отображения панкая мне нужна система в трехмерном пространстве вот и строить я буду это отображение панкрея буду строить кусочком а именно я буду строить за отображение соответствия все буду выбирать какие-то кусочки поверхностей и смотрите как наше уравнение переводят точки с одной с одной поверхности на другую поверхность давайте мы в качестве таких поверхностей возьмем вот такую что переходить возьму точку 1 и рассмотрю вот такое вот то есть вот такой квадратик это кусочек плоскости x равняется 1 вот здесь с другой стороны и я рассмотрю кусочек плоскости y равняется 1 вот такая штука и и сейчас меня интересует как наша траектория вот если я стартую откуда-то вот отсюда вот это вот x равняется 1 как у меня траектории пройдут и как они попадут вот сюда вот на y равняется 1 а я хочу поставить сейчас отображение соответствия с вот этой вот штуки на вот эту штуку ну а давайте попробуем это сделать значит я сказал что вот это особая точка которая у меня есть получилось это травмерное седло ну потому что она похожа на седло хотя с тем же успехом можно было бы сказать что это штука похожа на узел что два уравнения здесь и имеют одинаковые знаки одно уравнение имеет другой знак давайте какие-нибудь стрелочки расставлю что у меня происходит с иксом по иксу все траектория прижимаются к нулю по игреку наоборот они вот так вот растягиваются и по z они тоже вот так вот сжимаются вот такая вот какая динамика и давайте чтобы понять что происходит давайте я нарисую здесь такой вот вертикаль вот эта вертикаль она устроена как z произвольной x равняется единице а y какой-то значит вот в этой вертикали есть какая-то координата пусть она называется y 0 то есть эта вертикаль это всевозможные x и y z для которых x равняется единице y равняется y 0 и пусть я выпускаю какую-то точку с этой вертикали дальше мне интересно что будет происходить с этой точкой на самом деле благодаря тому что у нас система состоит из трех несвязанных уравнений можно эти уравнений рассматривать по отдельности во первых можно просто решить у нас есть просто решение система 1 ну скажите как как это решение выглядит давайте он пусть у меня будет начальное условие такое что я стартую в точке x 0 y 0 0 и я хочу найти решение этой системы чем уравняется x от но сейчас у меня . x 0 y 0 0 0 где-то находится я не уточняю сейчас где я сейчас хочу вообще написать общее решение е в степени что сейчас нужно все собственные значения она с диагональной матрицы е в степени минус x минус т минус т да ну да можно сказать что просто уравнение независимо друг от друга да и лишь то же самое матрица диагонально значит е в степени минус т умножить на x 0 соответственно y от т это будет е в степени 2 ты умножить на y 0 z от т это будет е в степени минус т умножить на z 0 вот теперь смотрите значит я на самом деле хочу сделать вот чтобы понять что происходит вот этой вот вертикалью мне нужно проследить с тем что происходит вот 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 на этой плоскости на плоскости x y потому что понятно что z меняется сам по себе но если меня интересуют точки если меня интересует проекция точки на плоскость x y то она не зависит от z ее будущее тоже не зависит от z поэтому если я знаю что я стартурую вот отсюда то на самом деле дальше понятно что вот этот вот вот этот вертикальный отрезочек он так и будет перемещаться здесь как вертикальный отрезочек потому что потому что от карната z не зависит динамика в плоскости x y вот давайте посмотрим на плоскости x y что здесь будет происходить давайте рассмотрим какое-то начальное условие значит у меня x 0 равны единице y 0 какой-то y 0 и z какой-то z 0 неважно какой вопрос за какое время траектория достигнет вот этой площадке я считаю что эта площадка эта площадка которая называется и крик равняется 1 ну можно решить сравнение я степень 2t умножить на y 0 равно 1 так что получается какое время значит во первых выбор z 0 никак не влияет на время достижения вот этой площадке на самом деле ничего не влияет на это время кроме вот этого y 0 потому что минус 2 логарифма y 0 да значит у нас получается такое уравнение y от t да он должен равняться ну вот какого-то t большого допустим он должен с одной стороны равняться единице с другой стороны мы знаем его решение а решение это е в степени 2t на y 0 значит 2t равняется логарифм единицы на y 0 или что то же самое t равняется минус 1 2 логарифм y 0 понятно что эта штука зависит от y 0 больше нет чего не зависит следующий вопрос давайте посмотрим на давайте просто спроектирую всю вот эту картинку на плоскость x y опять же поскольку вот это уравнение никак не влияет на динамику вот здесь то это можно сделать и это будет мы получены у кого-то вполне конкретную картинку давайте посмотрим как эта штука будет выглядеть спроектируем фазовое пространство на плоскость x y получается здесь вот такая вот картинка у меня вот так x вот так y давайте я нарисую здесь вот такой вот малиновый отрезочек вот так x равняется 1 это y равняется 1 и теперь если у меня здесь есть какая-то точка у нее есть координата y 0 и она попадает в какой-то момент вот сюда и вот этой точке y координата равна y координата равна единице но зато у нее есть какая-то координата x1 зависит от y 0 я хочу найти вот такое отображение вот отсюда вот сюда это такой кусочек отображения по анкаре для этого нужно ответить на вот такой вопрос ну мы можем взять начальное условие 1 0 и 0 еще какое-то и посмотреть где вот мне так кажется x потому что время мы знаем которое пройдет да то есть мы знаем что мы стартуем вот отсюда но на самом деле самое главное что мы знаем это просто что здесь x равняется единице на самом деле сейчас у нас не y ну на самом деле вот этот y 0 он влияет на вот это время t и а больше у нас ничего и нет то есть мы стартуем с вот этого x а равно единице и просто смотрим когда мы попадем значит мы знаем что у нас есть решение для x а вот значит вот это у нас уравнение для x а x . равняется минус x и значит x 1 от t большое это просто е в степени минус t большую умножить на 1 1 это начальное условие потому что у меня вот он x равняется единице я с этого начального условия стартовал значит это будет е в степени 1 2 логарифм y 0 и это будет y 0 в степени 1 2 то есть это будет корень из y 0 вот ты смотрите что получается у нас вот вот с этой вот ну давайте покажу откуда точно у нас вот отсюда вот из этого полу полу интервальчика куда то вот на этот полу интервальчик определенное отображение которое устроено просто как квадратный корень из игрек вот чем хорошо это отображение оно хорошо тем что она вблизи нуля если у меня игрек 0 достаточно близок горизонтальной оси то это отображение она ведет себя что можно сказать про ее производную производная там ужасно большая и это означает что она ужасно сильно растягивает маленькие отрезки например если я выбрал бы вот здесь совсем маленькую совсем маленький интервальчик допустим я бы здесь было бы скажем 1 сотая вот это 1 сотая она бы вот здесь вот перешла бы в одну десятую растяжение было бы в десять раз вот и это то чем мы сейчас будем пользоваться потому что мы хотим сделать что-то похожее на вот эту подкову а именно мы хотим чтобы у нас было какое-то направление вот как здесь есть вот это горизонтальное направление вдоль которого все растягивается все наши прямоугольнички также и вот в этой системе мы хотим чтобы у нас было бы какое-то направление вдоль которого все растягивается это как раз нам гарантирует что у нас возникнет хаотическая динамика хорошо то есть смотрите вот допустим теперь что я возьму давайте давайте я сделаю вот что давайте я возьму вот такой вот прямоугольник вот пусть он здесь заканчивается в нуле такой прямоугольничек и задам вопрос во что перейдет этот прямоугольник под действием нашей динамики понятно что каждая из вот этих вертикальных палочек она на самом деле под действием динамики перейдет в какую-то вертикальную палочку вот здесь причем мы даже знаем где эта палочка будет находиться потому что мы знаем ну как бы мы знаем что происходит мы знаем что происходит с игрековой координатой мы знаем что происходит вот здесь если спроектировать сам горизонталь вопрос какую какой образ вот этого вот прямоугольничка под действием отображения соответствия с вот этой вот штуки на вот эту штуку давайте подумаем вокр aspirations во-первых понятно ли что вертикальное вертикальный отрезок вот такой что все траектории которые стартуются от этого вертикального отрезка если мы подождем какое-то фиксированное и пройдемся это фиксированное время по этим траекториям то то что мы читать получим снова все эти точки снова выстроиться в вертикальный отрезок понятно ли почему это так но это все перейдет вместе какой-то другой прямоугольник который вряд ли будет поуже а вот прямоугольник было бы хорошо если в прямоугольник это в принципе тогда была бы полностью идеальная реализация идеальная реализация подкова но на самом деле там получается не прямоугольник давайте поймем что именно получается знаем да что левые границы переходят в одну и ту же точку x вот это прямая для них и всех будет через какое-то определенное время да ну значит поскольку все вот эти точки отличаются только значением z значение z влияет только на будущее значение тоже z на будущее значение x и y она не влияет то все эти точки они как как были на вертикальной прямой так останется вертикальной прямой и целиком значит вот эта вот вертикальная прямая она перейдет в какой-то вертикальной отрезок вертикальной прямой перейдет в какой-то отрезок вертикальной прямой ну вот вот где-то вот здесь будет остается понять ну как мы знаем что это будет отрезок вертикальной прямой понятно так сказать где соображение симметрии, что если он был изначально, например, здесь симметричным, то оно здесь тоже будет симметричным. Давайте считать, что у меня здесь тоже вот этот отрезок, что он вот здесь, допустим, z равняется 1, а здесь z равняется минус 1 для простоты. Значит, вопрос, в какой отрезок он перейдет вот здесь. То есть нам теперь нужно понять, что происходит с координатой z. Нам опять нужно поставить в структурию z просто время, которое мы знаем. Да, и что получается? Потому что такая же динамика, как по x. Здесь получается по z такая же динамика, как по x. Да, ну хорошо, давайте так и оставим. Значит, z от t. Z от t – это то же самое, что x от t, на самом деле. Это минус e в степени минус t. Но единственное, что у нас здесь… А, ну да, значит, если я спрашиваю про эту верхнюю точку, то она имела координату z равна 1. Значит, с ней произойдет то же самое, что с x. И, значит, получается вот такая штука. Е в степени минус t умножить на 1. Это и есть ровно то же самое. Тоже корень из y к 0. То есть это означает, что… Значит, давайте посмотрим, какая вот здесь будет картинка вырисовываться. Значит, разным значением y к 0 будут соответствовать разные значения вот здесь вот x-ов и разные значения вот этих вот z. Значит, если я хочу, например, понять, как устроена здесь картинка, то мне нужна зависимость z от y. Но на самом деле не z от y, а, наоборот, z от x. То есть вот на этой площадке у меня координаты z и x. y у меня фиксированная равен единице. И, значит, меня интересует зависимость z от x. И устроена она вот так, что если x равен вот такой штуке, то z равен такой же штуке. А у нас получается… Да, там будут только те точки, для которых x равно. Там прямоугольник не будет там. Да, а что будет? Ну, получается, отрезок какой-то. Ну, сейчас, отрезок – это если смотреть только на верхние концы, то действительно будет возникать отрезок. А если смотреть на то, как устроен образ всего вот этого прямоугольника. А, там какой-то ромбик, может? Ну, почти. Ну, смотрите. Прилагируем. Давайте просто нарисуем. Значит, вот у меня картинка. Вот просто рисую вот эту вот картинку. Значит, у меня здесь по горизонтали x, по вертикали z. И я знаю следующее. Я знаю, что вот эти верхние синие точки, вот эти вот точки… Значит, у меня вот этот прямоугольник, он как бы состоит из вот таких вот вертикальных отрезков. Каждый вертикальный отрезок переходит в какой-то вертикальный отрезок здесь. Соответственно, я смотрю сейчас за верхними концами этих вертикальных отрезков. То есть я смотрю за тем, куда переходит вот эта вот часть. Да, переходит она в кривую, у которой z равен x. Что это за кривая такая? Ну, тут уголом 45 градусов. Ну да, это просто вот такая вот штука. И внизу, если я стартую вот отсюда, с вот этой вот площадочки, то отображение вот сюда вот, и я попадаю. У меня возникает какая-то вот такая вот штука. Вот. И, собственно говоря, образом вот этого… Образом этого прямоугольника на самом деле будет вот такой треугольник. То есть вот здесь будет какой-то треугольник. Ну вот я его так вот нарисовал. У него, конечно, здесь угол-то 45 градусов тут и 45 градусов тут. То есть он на самом деле тут прямоугольник. Но это на самом деле не важно. И это у меня так просто числа оказались подогнаны. Я мог бы поменять здесь коэффициент при z. И вместо этого треугольника могло бы получиться что-нибудь вот такое. Не видно. Могло бы получиться что-нибудь вот такое или что-нибудь вот такое. Но нам что важно? Нам важно то, что ширина вот этого треугольника, она гораздо больше, чем ширина вот этого прямоугольника исходного. Ровно потому, что вот эта вот высота, она вычисляется как корень из вот этой вот штуки. Вот, это вот как раз для нас важно. Вот, давайте сейчас, наверное, сделаем перерыв. Сколько сделать перерыв? Расписание 30 минут, но мы можем сделать меньше, если нет возражений. Да, давайте меньше. Хорошо. Ну что, 10 минут перерыв. Хорошо. Окей. Вот, давайте продолжать. Итак, смотрите. Значит, что у нас получилось? Давайте я, наверное, перерисую сейчас эту картинку немножко, чтобы она была более понятной. Значит, у нас сейчас получается какая-то такая штука. Вот, возможно. В общем. Вот. Я не знаю. Как я включу? Ну вот, давайте яcker know. Значит, у нас есть. Значит, вот такая вот синенькая полосочка переходит вот в такую. Вот в какой-то такой зеленый треугольник. А теперь мы сделаем следующее. Значит, вот все, что я сейчас рисовал, и это все в предположении, что у меня вблизи начала координат, моя система честно задается вот таким вот линейным уравнением. И, в принципе, это предположение необременительное. То есть, если у нас есть что-то похожее на линейное седло, то там динамика будет примерно такая же. Наверное, у нас будет не идеальный треугольник, а наоборот что-нибудь вот такое. Но это нам сейчас не очень важно. Вот. Но дальше я хочу, чтобы за пределами какой-то окрестности начала координат линейное седло перестало быть линейным. И, в частности, вот у меня здесь есть сепаратриса вот эта. Я хочу ее вот так вот загнуть. Значит, давайте мы ее загнем, возьмем траекторию и отправим ее куда-то вот сюда. Значит, куда-то вот в какую-то точку, у которой z-координата меньше нуля. Вот здесь у меня z-координата равно нулю. А я добавляю небольшой сдвиг по z. Значит, с одной стороны у меня по x и y происходит вот такое вот загибание. Это можно сделать, ну вот так вот, как я на картинке выше рисовал. Можно взять и здесь сделать что-то вроде фокуса. А по координате z просто здесь будет небольшой сдвиг вниз, который придет к тому, что мы уйдем с вот этой вот плоскости и пройдемся вот сюда вот куда-то, чуть-чуть ниже. И давайте посмотрим, что будет при этом происходить с этим вот треугольником. Значит, во-первых, вот эта вот точка, она перелет вот в эту точку. Давайте я ее тут тоже буду рисовать. Соответственно, весь вот этот вот треугольник, я хочу его как бы вот так вот протащить вдоль вот этой траектории. То есть он у меня будет как-то вот так вот двигаться. И в конечном итоге придет вот сюда. Значит, он на самом деле, этот треугольник, он на самом деле длиннее, чем он здесь изображен. Вот такой вот он какой-то. Вот. Что нужно сделать еще? Вот. Чтобы получилась бы картинка, которая похожа на то, что у нас было выше нарисовано. Значит, вот у нас есть как бы один прямоугольничек вертикальный. И он под действием отображения Пуанкаре. Вот теперь можно посмотреть на то, как устроено отображение Пуанкаре с вот этой площадки на себя. Да, вот мы знаем, что вот этот вот прямоугольничек, он под действием вот этого отображения перешел вот в этот треугольник. А дальше его мы пронесли вот так вот так вот так и отобразили вот сюда. То есть отображение Пуанкаре на самом деле сделало следующее. Она вот этот прямоугольник сжала по вертикали, растянула по горизонтали. Ну, сжала по вертикали в разных точках по-разному, поэтому в результате получился не прямоугольник, в результате получился треугольник. Это не важно. И после этого перенесло куда-то вот сюда. И положило более-менее на тот же самый квадратик, на котором мы изначально жили. Вопрос. Как нужно достроить картинку, чтобы получить что-то похожее на то, что у нас было нарисовано выше? Значит, на картинке выше было нарисовано два прямоугольника, тут мы возьмем второй. Не скиньте дей. Давайте мы нарисуем второй прямоугольник вот здесь. И с той стороны, вот в этой вот части картинки, там будет происходить все то же самое, что здесь, просто симметричная ситуация. Единственное, что мы сделаем по-другому, это мы вот ту сепаратрису, здесь у нас тоже есть сепаратриса, вот такая вот. Мы вот эту вот сепаратрису, мы ее отправим куда-то вот сюда. Чуть выше оси Z отравняются нулю. И здесь получится такая картинка. И вот оно, на самом деле, более-менее то же самое, что у нас было нарисовано, когда я рисовал подкову. Надо сказать, что когда мы рисовали и анализировали подкову, у нас была, она задана очень жестким и явным образом. Это были какие-то кусочные линейные отображения. Мы говорили, что у нас есть обязательно вот здесь вот линейное сжатие. Просто сжали одну карнату там во сколько-то в три раза и другую карнату растянули в три раза. Но на самом деле это не обязательно так делать, потому что нам достаточно того, что у нас в принципе есть, ну вот если говорить совсем грубо и неформально, нам важно то, что у нас есть какие-то направления, вдоль которых происходит растяжение, и есть какие-то направления, вдоль которых происходит сжатие. Если мы вот эту картинку немножко пошевелим, допустим, мы стартовали с линейной, а потом внесли некоторое возмущение, то в принципе картинка останется более-менее такой же, как была. Ну в смысле там своих динамических свойств. Там тоже будет бесконечное количество периодических орбит. Вот все вот это вот там тоже будет. Хаотическая динамика, все на свете. На самом деле там нужно выполнение некоторого условия, которое называется условия маконусов, но я сейчас не буду выдаваться в подробности. И оказывается, что вот эта вот штука, она в общем качественно обладает свойствами, такими же, как у подковы. А именно, что у нас есть, ну если мы выбрали, например, вот эти вот отрезочки маленькими, точнее не отрезочки, а вот эти прямоугольники. Если мы их выбрали маленькими, то мы знаем, что у нас вот здесь вот вблизи начала координат наше отображение ведет себя как квадратный корень, то есть оно сильно растягивает, и возникает картинка, которая очень похожа на то, что было выше. Вот. И если мы сделаем на самом деле вот эти вот прямоугольнички чуть побольше, то там вот в этой вот части здесь растяжение будет меньше. Но давайте посмотрим, что происходит с теми точками, которые у нас живут где-то здесь. Значит, под действием нашего отображения они будут переходить куда-то вот сюда. Да. Ну, в общем, короче говоря, здесь нужно сделать так, чтобы вот эти вот прямоугольнички были бы маленькими, и тогда будет получаться динамика, которая похожа на динамику подковы. Ну, и, собственно говоря, если посмотреть, что при этом мы увидим в качестве траектории, то мы увидим что-то такое, что до тех пор, например, пока мы живем вот в этом прямоугольничке, то есть мы находимся левее, чем плоскость у равняется нулю, мы-то можем находиться несколько итераций, точно так же, как в случае с подковой, мы можем находиться в одном прямоугольнике несколько итераций. Соответственно, дальше у нас возникает какая-нибудь такая траектория. Вот мы стартовали где-нибудь здесь, прошли здесь, прошли оборот, пришли куда-то сюда же. Стартовали здесь, прошли еще один оборот, а потом взяли и попали куда-то вот сюда. И таким образом может так получиться, что мы были здесь, а оказались где-то... В следующий раз мы пойдем куда-то вот сюда вот. И здесь сделаем сколько-то кружочков. И так далее. То есть здесь как раз возникает вот это самое движение, либо вдоль вот этой вот как бы петли, либо вдоль вот этой петли. Надо сказать, что здесь, видимо, все-таки правильная конструкция такая, что вот эта вот точка, она не совсем здесь, а ее нужно сдвинуть чуть-чуть вправо дополнительно. Давайте я перерисую. Вот как-то так этот треугольник должен ложиться. И вот это, соответственно, тоже. Вот, тогда это будет похоже на подкову. Вот, надо сказать, что это... Я не утверждаю, что то, что у нас получилось, это прямо-таки то же самое, что получилось в аттракторе Лоренца. Нет, потому что, значит, на самом деле то, что у нас получилось, не является аттрактором. Мы можем, если мы оказались где-то вот здесь, то мы можем, в общем, куда-то убежать, и не совсем понятно, как там дальше будет устроена динамика. Та часть картинки, которую я нарисовал, она строит не аттрактор, а она строит то, что называется, ну вот, то, что называется гиперболическим инвариантным множеством. Такая же штука, которая была в подкове, когда мы там рисовали произведения каких-то кантеровских множеств. Вот, здесь тоже возникает такое произведение кантеровских множеств, на котором определены итерации вот этого отображения Панкаре, которое у нас вот здесь есть. Вот, я, честно говоря, когда в очередной раз продумывал вот эту картинку, мне показалось, что здесь можно построить именно странный аттрактор, но вот что-то сейчас я задумывался о том, как аккуратно это сделать, и сейчас мне уже не кажется, что можно построить. Вот, но, тем не менее, можно построить картинку с динамикой, которая похожа на динамику аттрактора Лоренца. Вот, и, по крайней мере, продемонстрировать, как именно может возникать хаотическая динамика в дифференциальных уравнениях. Что мы можем построить отображение Панкаре, которое будет растягивать где-то, и мы будем все время возвращаться, снова и снова возвращаться в ту область, в которой происходит растяжение. За счет этого у нас происходит разбегание траекторий и всякие хаотические штуки. Вот. Ну, вот, собственно говоря, это... Та история, которую я хотел показать про хаотическую динамику, как-то обычно такие вещи не включают в курс дифференциальных уравнений, но мне кажется странным делать курс по дифференциальным уравнениям и оставаться на уровне начала 20 века до появления хаотической динамики. Вот, поэтому я про это рассказал. Значит, есть ли какие-нибудь вопросы? Спасибо. Хорошо. Давайте тогда, наверное... Давайте тогда, наверное... Я поговорю еще вот про какую тему связанную с предыдущей историей, хоть и не напрямую. Дело в том, что вот в этом вот анализе, ну, понятно, что он далеко не полный, это совершенно не претендует никакие доказательства, но, в принципе, его можно довести до доказательства. И здесь главным орудием анализа был тот факт, что мы предположили, что в окрестности начала координат у нас, наша система просто задается линейной, и там можно просто честно все посчитать, посчитать отображение, отображение соответствия, все на свете. На практике, если у вас есть оба какое дифференциальное уравнение, ну, далеко не всегда там это можно сделать. И один из инструментов, с помощью которого можно хоть что-то посчитать или, по крайней мере, оценить, это так называемое уравнение в вариациях. Уравнение в вариациях – это штука, которая позволяет находить производные решения по начальным условиям и по параметрам. Субтитры создавал DimaTorzok Давайте рассмотрим какое-нибудь дифференциальное уравнение. Давайте сначала просто считать, что у нас это автономное уравнение, хотя не обязательно, чтобы оно было автономным. То есть оно будет необязательно автономным. x-точка равняется ftx. И у нас x от t – это элемент rn. И давайте сделаем такую штуку. Значит, вот меня сейчас будет интересовать, такая вещь. Значит, вот у меня есть какое-нибудь начальное условие T0x0. И я из этого начального условия выпустил решение. В данном случае у меня картинка в расширенном фазном пространстве. Выпустил интегральную кривую. Значит, пусть у меня эта интегральная кривая, она задается вот так. x равняется φ. Эта штука зависит от времени. И еще пусть она зависит от x0. Давайте я сейчас зафиксирую T0. И давайте рассмотрим решение. Уравнение 1 с начальным условием. x в точке T0 равняется x0. Значит, я сейчас, естественно, считаю, что f достаточно гладкая. Давайте считать для простоты, что f, например, с c2. c2 – это означает дважды непрерывно дифференцируемо. То есть есть вторые производные. И давайте теперь посмотрим. У меня есть момент времени T0, а есть еще какой-то момент времени T1. И, с одной стороны, когда я смотрю на вот это решение, значит, решение у нас x от T равняется φT x0. Когда я смотрю на это решение, оно, как правило, меня интересует как функция времени. Меня интересует, что происходит с решением, когда мы немножко подождем. Но сейчас меня будет интересовать другой вопрос. Меня будет интересовать вопрос о том, как решение зависит от начального условия. То есть меня интересует вот эта функция, наоборот, не как функция от T при фиксированном x0, а как функция от x0 при фиксированном t. То есть я выбрал t равное t1. И теперь меня интересует такая вот штука. Значит, вот у меня есть траектория, которая вышла из точки x0. Вот я сейчас нарисую другую траекторию, которая здесь вышла из какой-то точки x0 плюс дельта x. И она как-то пойдет по-другому. И вот то, что меня интересует, это меня интересует, насколько далеко эта траектория окажется, ну, то есть как бы, как вот эта вот точка, как она будет зависеть от вот этого, ну, там, от вот этого дельта x. Значит, вот эта вот траектория, это будет x равняется φ от t с 0 плюс дельта x. Значит, я рисую картинки с одномерным фазовым пространством. Естественно, на самом деле x многомерный, ну, и там, производные, которые будут получаться, они тоже будут какими-то производными функционистами переменных. Ну, давайте для простоты сейчас думать про функцию одной переменной. По крайней мере, на картинке я рисую именно так. Давайте даже просто вот я скажу, пусть у меня пока что x от t из R1. Значит, нас интересует... dфи по dx0 в точке t1. То есть, иными словами, можно думать про это так, что меня интересует отображение с вот этой вот... Значит, отображение вдоль интегральных кривых, ну, вот отсюда, вот сюда. Вот такое отображение. Меня интересует его производная по x0. Ну, как это можно было бы сделать? Если бы у нас было бы решение этого уравнения, то нет никаких проблем. Причем решение с любым начальным условием. Ну, взяли бы, нашли бы этот самый эфир, да посчитали этот производный. Но проблема в том, что решения у нас, как правило, нет. Если есть, ну, бывают такие ситуации, что у нас есть решение в одной какой-то... с одним каким-то начальным условием. У нас попался какой-то хорошее начальное условие, в котором мы можем посчитать решение. Но если мы из него чуть-чуть сдвинемся, то уже не можем. И дальше возникает вопрос, а не можем ли мы найти как-нибудь производную, не считая в явном виде решения, в зависимости от... значит, не считая в явном виде вот этот хит. Оказывается, что можем. Ну, по крайней мере, мы можем написать на него некоторое дифференциальное уравнение. А именно... Давайте сделаем такую штуку. Значит, обозначим dфи по dx0 в какой-то точке t x0 Давайте я скажу так, что я зафиксировал какое-то конкретное решение здесь. Давайте я вот что сделаю. Давайте я буду писать вот те обозначения, которые у меня на картинке. Пусть у меня это будет называться dфи по дельта х дельта х 0 Значит, вот от вот такой штуки. Но при этом после того, как я посчитал производную, я сюда подставлю дельта х 0, равную 0. То есть, меня интересует производная моей вот этой функции вот в этой точке х 0 вблизи конкретного решения. Значит, давайте мы всю вот эту вот штуку обозначим как-нибудь. Значит, вот эта штука после того, как мы в нее поставим dx0 равняется 0, вот эта вот штука будет зависеть только от одной переменной, а именно от переменной t. И давайте мы эту всю штуку обозначим как-нибудь, допустим, через y от t. Давайте посмотрим, что можно сказать про y от t. Значит, с одной стороны y от t это есть вот такая вот частная производная. А давайте посмотрим, как меняется y от t с течением времени. Я хочу записать уравнение на y. Уравнение на y с точкой. Точнее, у меня в левой части будет y с точкой, уравнение на y. Неизвестный является y. Получается такая штука. Что такое y с точкой? Это я должен продифференцировать y, или я должен продифференцировать по времени вот такую вот производную. но давайте теперь сделаем такую вещь. Давайте переставим давайте переставим порядок дифференцирования. то, что это можно сделать, это отдельная теорема. Переставим дифференцирование. Как правило, то, что это можно сделать, доказывается одновременно с теоремой считывания единственности. По идее, нужно доказывать, что их можно переставлять, но мы сейчас не будем. После того, как мы переставим дифференцирование, получается такая штука. Значит, у меня остается d по d delta x0. Значит, delta x0 равно 0. А здесь у меня будет d по dt φ0. в точке t x0 плюс delta x0. Значит, дальше вопрос. Кто такой вот этот вот товарищ? Кто такая производная по времени от φ? Мы знаем, что φ – изначально это решение нашего уравнения. Вот этого уравнения. поэтому, если мы дифференцируем x по времени, то мы получаем просто правую часть, в которую подставлен наш x. Давайте мы так и запишем. t с d по dx0. f от t. И дальше здесь нужно подставить φ t x0 плюс delta x. Получается вот такая штука. Дальше, смотрите, что у нас здесь написано. Здесь у нас есть ф, она зависит от двух переменных. В первую подставлено t, это просто время. Время здесь уже никак не фигурирует, и по нему дифференцировать не надо. Зато в f подставлена вторая переменная. Это как раз точка на траектории, в которой мы оказались. Как бы нам теперь вот это выражение упростить? Можно сделать такую вещь. Можно просто применить теоремопроизводные сложные функции. Что получится? Кто умеет применять теоремопроизводные сложные функции? Значит, ну, по t, нам ничего не нужно делать. А по этой вот штуке нужно просто посчитать, ну, как, производная внешняя функция по внутренней, то есть df по dx. Значит, это все считается в точке t, φ, t, x0 плюс дельта x и умножить на производную внутреннюю функцию, то есть d, φ по d, дельта x0 в точке, значит, от функции да, ну, собственно говоря, вот так, df по dx0 в точке и все это нужно посчитать при дельта x0 равном нулю. Ничего не видно. Вот. Значит, что здесь у нас остается? Здесь у нас так и остается df по dx. вот, а вот эта вот штука. Это, на самом деле, мы знаем, что за штука. То есть, если мы считаем вот эту частную производную и подставляем в нее дельта x0 равную нулю, то мы получаем просто наш y. ну, и поскольку у нас здесь все равно нужно подставить дельта x0 равную нулю, все производное мы посчитали, теперь можно честно подставить. Остается вот так. df по dx в точке t φ tx0 умножить на y от t. Это такая длинная выкладка, но на самом деле это уравнение, к которому мы в итоге приходим, оно простое. Значит, получается такое уравнение. Значит, y от t удовлетворяет уравнение. y с точкой равняется df по dx t φ tx0 умножить на y. Где φ tx0? Это наше решение. решение уравнение x с точкой равняется ft x. Ну, то есть можно, на самом деле, это записать в виде такой системы. x с точкой равняется f от tx y с точкой равняется df по dx tx умножить на y. вот. Нет, собственно говоря, получилось уравнение в вариациях. Нас скажут, что для того, чтобы это уравнение использовать, конечно, хорошо бы знать решение в той точке, которая нас интересует. По крайней мере, с тем начальным условием, который нас интересует. Но знать решение в близких точках, для того, чтобы посчитать производные, уже не нужно. Потому что производные будет решением вот этого уравнения. Да, тут нужно сразу задать вопрос, с каким начальным условием? Значит, у нас с начальным условием x в точке t0 равняется x0. А что можем сказать про y в точке t0? То есть какое у нас начальное условие накладывается на y? Я напомню, что y – это штука, которая меряет производную для такого отображения, которая вот отсюда, нам все отображают вот сюда. И нас сейчас интересует, если мы спрашиваем что-то по начальному условию, нас интересует ситуация, когда t1 просто совпадает с t0, то есть мы нисколько времени не ждем, сразу же останавливаемся. Тогда отображение, которое здесь записывается в таком виде, значит, если мы не ждем нисколько времени, то это отображение получается просто тождественным. Если оно тождественное, то его производная равна единице. Поэтому здесь возникает вот такая вот штука, начальное условие y в точке t0 равняется 1. Давайте я покажу какой-нибудь пример, в какой ситуации это могло бы быть полезно. Допустим, у нас есть вот такое уравнение. x с точкой равняется, скажем, синус x плюс t. Ну что-нибудь в таком роде. есть вот такое вот уравнение, и нас интересует поведение решений. вблизи начального условия x в 0 равняется 0. Ну, во-первых, что можно сказать про решение с начальным условием x в 0 равняется 0. Значит, в принципе, полностью решить это уравнение довольно-таки непросто и не уверен, что это возможно. Это не уравнение с разделяющимися переменами, потому что здесь x плюс t под синусом, и поэтому, в общем, не совсем понятно, что с ним делать. Тем не менее, найти решение с начальным условием x в 0 равняется 0 можно. Чему оно равно? минус косинус? Нет. У нас остается просто синус, ну, x с точкой это синус t получается просто. Так, сейчас, секунду, может быть, я неправильное уравнение я написал. Сейчас, стойте. x с точкой равняется синус t. Да, это не то, что я хотел. Давайте что-нибудь такое сделаем. Какой будет вот так. Сейчас, дайте-ка я подгляжу. Вот так. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь меня интересует... А что будет, если я буду стартовать не из нуля, а из какой-то близкой точки? Ответ как раз дается тем, что мы можем написать уравнение в вариациях. пусть y это есть ну вот условно напишем так tx по dx 0 точке x0 равняется нулю тогда нужно написать y с точкой и y с точкой это что нужно сделать первых мне нужно продифференцировать вот эту штуку по x давайте эту штуку обозначу через f значит мне нужно продифференцировать ее по x и поставить туда наш x и умножить на y с точкой что можно сказать про вот эту вот вещь ее можно найти до чем она равна 2x умножить на синус x плюс tx это косинус x плюс tx квадрат да все это нужно умножить на y с точкой но смотрите теперь после того как мы все это дифференцирование сделали нам нужно вот сюда вот вместо икса подставить решение нашего уравнения с нашим начальном условия мы знаем что это решение это просто нулевой уровень нулевая функция перед косинусом должно быть еще наверно 1 плюс t потому что сколько получается синус x умножить на 1 плюс t перед косинусом да давайте напишем 1 плюс t да будет похоже на правду но давайте посмотрим что у нас получается теперь если сюда подставить наше решение то это просто означает что везде x и надо завалить поэтому у нас радостно вот эта штука зануляется и вот эта штука зануляется и остается такая вещь 1 плюс t здесь остается косинус нуля это единица умножить на y с точкой вот вот такое уравнение можно умеем решать и грех с точкой равняется 1 плюс t ой какой грех с точки просто игре никакой точки здесь не должно быть просто игре игрек она самопроизводная вот как такое уравнение решить как найти игрек от t ну это е в степени 1 плюс 3 ну да можно ну это уравнение с разделяющимися переменами можно сказать что это что она есть вот такая штука дальше можно проинтегрировать получается что логарифм игрека равняется значит интеграл от 1 плюс t это что такое это t плюс t квадрат пополам плюс константам значит игрек это есть c е в степени t плюс t квадрат пополам и у нас есть начальное условие что игрек 0 равняется единице поэтому c равняется единице получается вот такая штука то есть смотрите что получилось вот допустим у нас есть вот у нас есть вот это наше решение которое проходит через 0 и дальше мы спрашиваем а как ведет себе решение которое от него чуть-чуть отклоняется вот я решил подождать какое-то время т вот ответ про это решение мы знаем следующее вот момент времени т это решение как функцию от от начального условия нас игрек 0 допустим а вот здесь у нас будет фи от т икс 0 икс 0 значит мы знаем следующее мы знаем что фи фи от т 0 равняется нулю а еще мы знаем что д фи по dx 0 вот такой равняется ван той штук которую мы тут сейчас посчитали е в степени t плюс т квадрат пополам то есть это означает что если я зафиксировал момент времени т то я в общем могу выпустить на самом деле функцию фи ну как вот я могу взять разложить в ряд т лора и сказать что фи от т икс 0 то есть 0 плюс x 0 на е в степени t плюс т квадрат пополам плюс там у маленькая текс но то есть это и есть примерно вот такая штука то что я сейчас написал тоже точно штука но если вот проигнорировать это вот этого мало то получается вот такая вот вещь в частности мы понимаем что решение если я чуть-чуть отклонюсь от начального условия то есть течение времени от него буду убегать по крайней мере вот до тех пор пока вот эта линеризация хорошо работает до тех пор пока вот это маленькая действительно маленькая видно что я буду убегать чем дальше по времени тем тем дальше да потому что если у меня возникает экспонент видно что убегать я буду экспоненциально если я хочу чтобы я убежал бы не сильно на длинном моменте времени то тогда мне нужно быть экспоненциально близко к нулю то есть ужасно близко и степень ужасности она уменьшается как экспонента при росте времени что не просто здесь е в степени t здесь еще есть и т квадрат пополам вообще ужас вот в общем мы получаем так какую-то информацию про наше дифференциальное уравнение в частности мы получаем какие-то оценки на то как траектория разбегаются насколько быстро они это делают насколько медленно мы можем получить оценки сверху оценки снизу вот но для этого нам понадобилось знать по крайней мере решение этого уравнения ну вот по крайней мере одну траекторию нам нужно найти но если мы одну траекторию как-то нашли то дальше в окрестности этой траектории мы уже можем находить производные не не дифференцируя решение а решая уравнение вариации вот и это с одной стороны выглядит как там не то чтобы сильно мощным инструментом потому что ну все равно нужно знать какие-то какое-то решение получаемое только производство но тем не менее оказывается что это очень мощный инструмент потому что вам на самом деле не всегда обязательно знать это решение и вам не всегда обязательно находить точно эту производную очень часто главной задачей являются не нахождение точных значений а получение каких-то оценок и довольно часто можно с помощью ровнение вариациях даже не знаю никакого решения явно не что-то сказать про производную как-то ее оценить по производные решения по начальному условию вот мы сейчас рассмотрели случай когда фазовое пространство одномерно на самом деле в общем случае все то же самое если у меня уравнение x точкой x точка равняется f t x пусть у меня теперь x от t элемент rn ну что можно сказать здесь действует прямое обобщение значит вот у меня есть начальное условие и вот у меня есть функция фи от t x 0 решение 2 с начального условия 2 с начального условия значит тогда можно рассмотреть y давайте я его напишу вот так y от t это есть дефит x 0 ну давайте я снова буду использовать те же обозначения вопрос что за объект такой y почему я его написал с большой буквы значит если x это и н мерный вектор а значит вот это отображение f она устроена так это отображение из r на rn в rn вот это r отвечает за время вот это r отвечает за x вопрос кто такой дефит по d ну вот кто такая производная фи что за объект соответственно фи это тоже таким образом отображение и с r на rn в r вопрос кто такое производная фи по вот своему второму аргументу что за объект но был бы градиент если была бы функция нескольких переменных которые бы rn отображала бы в тогда это был бы градиент у нас вектор производства у нас нет никакого направления мы сейчас дифференцируем по всему по всему дельта x0 дельта x0 у нас сейчас тоже вектор ну по каждой карте знаете сколько мы изменились за это время так но все-таки что за объект это число это вектор кто это такой игрек ответ а вот даже не вектор ну то есть вектор конечно в том смысле что это элемент некоторых векторного пространства с такой точки зрения почти все вектор но смотрите вот кто такая функция фи она бы столько не целяем x0 это функция фи но нет сейчас функция фи это вот она мы ее дифференцируем по начальному условию ты смотрите как у нас жизнь устроена вот у меня сейчас допустим вот давайте нарисую картинку пусть у меня x1 x2 здесь есть и тут есть значит вот у меня есть старт и момент времени здесь у меня какой-нибудь тонноль и вот у меня есть начальное условие значит вот у меня начальное условие x1 с ноликом x2 с ноликом это есть какая-то траектория взяли с этим начальным условием потом я взял от этого начального условия куда-то отклонился и выпустил еще одну траекторию и значит вот этот вот вектор отклонения вот эта вот штука это моя дельта x 3x0 и давайте вот допустим я здесь есть какое-то время т1 на имеется интересует отображение вас вот такой площадочке на вот такую площадочку что отображение вот отсюда вот сюда и меня интересует производная этого отображения вот в этой точке сме интересует как поменяется вот как поменяется вот эта вот зеленая точка когда я буду двигать конец этого вектора каким объектом это описывается в данном случае например на этой картинке у меня фи при фиксированном т0 и фиксированном т1 это отображение вот если я думаю про него как про функцию этого второго аргумента это отображение из плоскости в плоскость когда кто такая производное отображение из плоскости плоскости производло отображение если ради aquadra 2 Это на сколько мы изменились по x или на сколько мы изменились по x, x1 и x2? Ну, это правда, она содержит себе эту информацию. Но при каком сдвиге аргумента? Проблема в том, что если бы у вас была бы просто вектор функции, которая бы менялась в течение времени, она была бы векторная. Наверное, это расстояние просто. Нет, это не расстояние, здесь нет никаких норм. Нет, ну смотрите, какой аналог производный для отображения из R2 в R2? Ну, не Кобиан. Да, совершенно верно. Матрица Якоби. То есть, на самом деле, вот эта штука, это есть... Здесь, на самом деле, написано матрица Якоби. И поэтому я его большой, большой буквой назвал, потому что это на самом деле матрица. И дальше, если я запишу уравнение, которое у меня получается, получается оно ровно такими же рассуждениями, как и выше, но само уравнение выглядит так. y с точкой равняется df по dx. f берется dx0 плюс δx0, умножается на y. Все это берется при условии, что δx0 равняется 0. То есть, смотрите, вот что вот это вот такое за штука? Что это за объект? Опять же, у нас отображение f, это отображение вот такое. Получается, вектор умножим на матрицу. А вот неправда. Вот это тоже не вектор. Это тоже матрица, потому что f это отображение, снова вот при фиксированном t, это отображение из rn в rn. Поэтому у меня, когда я его дифференцирую по x, то есть я его дифференцирую по второму аргументу, по которому он отображение из rn в rn, то у меня вот здесь вот тоже возникает матрица. Тоже матрица и кода. В целом, надо сказать, что чудесное свойство анализа, в частности анализа функций низких переменных, состоит в том, что если придать правильный смысл производным, то, как правило, формулы, которые верны в анализе функций одной переменной, дословно переносятся на случай анализа низких переменных. Просто нужно понимать, что все производные – это на самом деле матрица. Ну или более формально, это некоторые операторы. Операторы, которые являются хорошим линейным приближением к нашему отображению. В данном случае у нас получается некое вот такое вот матричное уравнение. И давайте поймем, какое у него начальное условие. Что можно сказать про y в нуле? Значит, как устроена производная? Значит, как устроена производная? Значит, у нас y – это отображение, это производное вот такого отображения, которое вот такую плоскость отображает, но вот такую плоскость. Значит, для некоторого t1. Теперь, что происходит, когда t1 просто совпадает с t0? Как устроено наше отображение? Что такое φ, если t1 совпадает с t0? Ну, там ничего не меняется. Ничего не меняется, да. Что это за отображение такое, которое ничего не меняет? Ну, и декорство. Ну да, тождественное отображение. Какое производное у тождественного отображения? Какая матрица e-код будет, тождественного отображения? У нас ничего не меняется. Так-таки ноль. Смотрите, у вас есть отображение, которое устроено так. Nova x1, x2 отображает в x1, x2. Так. Производное x1 по x1 будет 1, производное x1 по x2 это 0. Производное x2 по x2 это 1, а производное x2 по x1 это тоже 0. Да, у нас получается вот такая матрица. А в общем случае какая матрица тождественного отображения? Ну, с единицами диагонали. Да, просто единичная матрица. Вот. Значит, это уравнение в вариациях в общем случае, в случае, когда у вас размерность фазового пространства произвольная. Значит, это что касается зависимости решения по начальному условию. На самом деле, у этого, вот эта формула довольно универсальна, и у нее есть важный частный случай. А именно зависимость не по начальному условию, а по параметру. Сейчас зависимость решения. Допустим, у меня теперь есть вот такое уравнение. x точка равняется f t xµ, где µ это какой-то параметр. То есть теперь такая штука. Вот у меня есть, допустим, опять. Я рисую расширенное фазовое пространство. Есть какие-то моменты времени. t0, t1. Но теперь представьте себе, что я выпускаю начальные условия, допустим, из одной и той же точки. Но рисую решения двух разных систем. Поэтому у меня сейчас эти решения идут по-разному, и им разрешено пересекаться. Потому что вот это решение системы при µ равном µ 0. А вот это зелененькое – это решение той же системы при µ равном каком-то µ 0 плюс дельта µ. И теперь меня интересует то, как вот эта точечка зависит от µ. Меня интересует уже зависимость не от начального условия, меня интересует зависимость от µ. И тут, в принципе, можно свести эту штуку к предыдущему случаю. Вопрос как? Меня сейчас интересует... Значит, вот у меня есть решение φ, которое теперь зависит от времени начального условия и µ. И меня интересует дфи по дмю, премю, равном нулю. Премю, равном мю 0. Значит, вот это вот то, что меня интересует. Вопрос. Как вот эту вот штуку, задачу нахождения производной по параметру, свести к предыдущей штуке? В зависимости от решения от начального условия. Мы можем расширить наше пространство в x, как будто это тоже доходит. Да. Можно просто сказать вот что. Можно сказать, что у нас теперь... Давайте рассмотрим вот такое уравнение. Систему такую рассмотрим. x с точкой, как раньше, f, t, мю. А теперь мю – это у меня фазовая переменная. И мю с точкой просто равняется нулю. То есть тот факт, что мю – это параметры, я закодировал в том, что на мю есть вот такое уравнение. Что оно не меняется в течение времени. После этого... Естественно, у меня начальное условие будет мю в нуле равняется какому-то мю в нуль. И после этого, на самом деле, вся вот эта вот штука, она ровно сводится к предыдущей. Это не самый экономный способ это делать, но он вполне работает. Надо сказать, что я долгое время не умел делать никак по-другому, и поэтому всякий раз, когда мне нужно было посчитать производное уравнение по параметру, я честно выписывал большую матрицу, в которой производное решение по параметру было просто одним из элементов этой матрицы. Но, по крайней мере, это способ работы. Сейчас, а может, я немного не понял, а проблема с подсчетом в том, что мы не знаем решение, да? В том, что мы не знаем решение, да. Ну, вот типичная проблема как раз... Типичная ситуация как раз вот такая. И типичная проблема такая, что у вас есть какое-то значение параметра, при котором вы знаете решение, но вас интересует то, как оно будет меняться, если вы будете параметры менять. А как бы в общем случае у вас этого решения нет. То есть довольно часто такое бывает, что у вас написано какое-то уравнение, и там, допустим, я не знаю, при каком значении параметра, что-нибудь все обнуляется, и уравнение становится ужасно простым. И довольно часто у нас, ну, как бы, что делают математики? Математики решают то, что решается. Значит, мы можем решить систему при этом хорошем значении параметра? Решаем. А дальше возникает вопрос, а как бы нам это знание расширить чуть-чуть на большую область? Ответ. Оказывается, что в этом случае можно записать, соответственно, вот такую вот систему. Эта система замечательна тем, что она линейная. Вот относительно у, видите, здесь на у действует просто умножение на матрицу. Поэтому, на самом деле, если вы умеете решать уравнение вот такого типа, значит, можете найти одну траекторию, то, в принципе, вы более-менее автоматически можете найти производную. И это означает, что вы более-менее автоматически можете понимать не только то, что происходит в самой этой точке, но и то, что происходит вблизи нее, вблизи этого начального условия. Вот. Ну вот, есть такая штука. Надо будет мне придумать каких-нибудь задач на нее, чтобы это не воспринималось как какая-то наукообразная магия. Вот. Есть ли какие-нибудь вопросы? Сейчас. То есть мы хотим найти дифференциал по мю, но при этом не можем этого сделать, потому что не знаем решения. Потому что не знаем решения. И вместо этого мы берем дифференциал по х. Но нет, там происходит следующее. Вы записываете некоторую систему, в которую будут включены и дифференциалы по х, и дифференциал по мю. Но мю сейчас воспринимается как один из элементов начального условия. То есть у вас, допустим, начальное условие, ну, пусть у вас размерность фазового пространства была n. Значит, после того, как вы сделали вот это преобразование, у вас к фазовому пространству добавилась еще одна единичка, еще одна размерность. Вот. И после этого, если вы теперь смотрите на то, как устроено dx, теперь оно будет вот такое. По dx0 и по мю, у вас тут будет какая-то матрица, в которой вас будет интересовать какой-нибудь там вот последний столбец, допустим. Вот. Но поскольку уравнение, которое у нас при этом получается, оно включает в себя в правой части всю эту матрицу, то, в общем, вам нужно либо всю эту матрицу выписать, либо повторить тот вывод, который я делал выше для производной по начальному условию. Сейчас dx по dx0 и мю мы точно сможем найти? Вы можете найти уравнение на него. Вот. Получается какое-то вот такое уравнение, что вот эта штука, зависящая от времени. Если я ее обозначу сейчас через y, то вы найдете какое-то уравнение вот такого вида. Это уравнение является линейным, но это линейное уравнение с переменными коэффициентами. Не то, чтобы мы умели решать все линейные уравнения с переменными коэффициентами, но что-то мы про них говорить умеем. Мы про это еще поговорим. Что мы знаем про линейные уравнения с переменными коэффициентами. До сих пор у нас были линейные уравнения с постоянными коэффициентами, и там все было просто. Оно на самом деле, когда вы делаете дифференцирование по параметрам, там действительно возникает какая-то неоднородность, но ее можно воспринимать как уравнение однородное, но просто вот эта матрица она зависит от времени. И дальше мы каким-то образом дифференцирование по X0 и по Mu находим производную по Mu просто. Нет, ну как, смотрите, если вы говорите, я говорю следующее, что у нас Y это производная, вот Y это матрица частных производных. Значит, у меня сейчас X это какой-то вектор. Ну, давайте думать так, давайте думать, что у меня сейчас… Честно, то есть Y это матрица частных производных, и если мы ее узнаем, то мы сможем из нее узнать эти частные производные по Mu. Ну, в том числе и по Mu, да. И мы выписали уравнение на Y. А откуда мы A узнаем? А A, это просто… Оно берется вот из частных производных правой части нашего уравнения. Это матрица частных производных? Да. То есть A это и есть YKBian? Это и есть YKBian. Ну вот, смотрите, вот у меня вот это вот уравнение, оно было написано, и вот эту вот штуку я… Нет, не вот эту сейчас, но вот эту вот штуку я обозначил через A. Ну, это же то, что мы ищем, вроде нет. Нет, нет, ищем вот эту. А вот это… Сейчас, откуда мы знаем DF по DX? Это просто производная правой части. F – это правая часть нашего уравнения, мы ее знаем. А, правая часть. Вот. Хитрое… То есть мы берем правую часть и дифференцируем? Да. Хитрое состоит в том, что в эту производную правой части нужно будет подставить решение, вблизи которого мы работаем. Но вот мы считаем, что вот то решение… Вот мы считаем, что мы одно какое-то решение знаем, а хотим понять, что происходит вблизи него. То есть одно решение нужно знать? Одно решение нужно знать. Ну, или как-то, или как-то что-то… Ну, или вы не получите решение на выходе, но можете получить какие-то оценки. А какие-то более-менее вырожденные решения подойдут? Подойдут, да. Ну, как бы, но при этом вы получите что-то в окрестности этого вырожденного решения, но так обычно и делают. Что у вас есть какой-то простой случай, какое-то простое значение параметра или простое начальное условие, для которого все решается. А дальше вы говорите, что, ну, а если мы его немножко пошевелим, то мы тоже знаем, что там будет происходить. И это, как бы, некоторый такой довольно мощный метод. Другая его интерпретация называется методом малого параметра. Ну, я, наверное, уже в следующий раз тоже напишу вывод, как это можно еще интерпретировать в терминах, в терминах рядов, в терминах разложения решения в ряд. Вот. Ну, вот такая вот штука. Тут, надо сказать, что с первой попытки вот так вот я вам сейчас театрически все это рассказал, но тут пока не решишь пару задач, понять невозможно, как все это работает. Вот. Ну, я попробую придумать какие-нибудь задачки. Вот. Ну, вот, вроде бы все тогда на сегодня. Вариация малого параметра, да? Ну, это называется уравнение в вариациях, вот то, что я сейчас рассказывал. Или я, честно говоря, здесь немножко, значит, уравнение в вариациях. Я немножко перестаю быть уверен насчет терминологии, но мне кажется, что когда говорят метод малого параметра, подразумевают примерно то же самое. Сейчас, то есть мы берем эту правую часть, дифференцируем ее по x, ну, или по изначальным фазовым переменным, но не по mu. Нет, вот здесь вот у нас, вот в этой штуке у нас есть производные и по изначальным переменным, и по mu. Значит, как бы мы просто запихиваем mu, мы говорим, что mu это одна из наших фазовых переменных. Ну, а, да, она берется дифференцированием не по mu, или по mu тоже? Ну, там возникают, когда вы будете дифференцировать по mu, поскольку у вас это влияет, поскольку от того, что вы двигаете mu, у вас меняется решение, а это означает, что у вас меняется правая часть не только в том, что вы вот здесь вот mu меняете, но и в том, что вот этот x меняется, который вы сюда подставляете. Поэтому, на самом деле, у вас возникают производные f не только по mu, но и по всем x. То есть там действительно вот такая вот штука возникает. То есть а это производная в правой части по x и по mu. Да, да, да. Дальше мы говорим, что у нас такое уравнение с… Да, не то, чтобы мы его всегда бы умели решать, но что-то мы про него умеем говорить. По крайней мере, линейное уравнение – это приятно. А что что-то умеем, а что умеем, это уже будет… Ну, я расскажу в следующий раз. В следующий раз, что вообще по нему можно понять. Понял, спасибо. Угу. Хорошо. Ну, все тогда на сегодня. Спасибо. До свидания. До свидания.